Доброе утро, мои дорогие! Ну что, на улице ничего не изменилось, кроме как... Вчера было минус три, сегодня минус шесть. Зима. Прям зима. Наверное, это я всё-таки привезла. Из Питера мороз. Вот. Ну что вот хочу сказать. Упала я вчера. Опять связки надорвала. Но это у меня пожизненная ситуация такая с этой ногой. Раз в несколько лет я обязательно упаду и опять связки надорву. Мне писали, что уже девчонки, что вот надо к врачу. К врачу мне не надо. Потому что это не первый раз. Я знаю уже, что делать. А там загипсуют, и я вообще ходить не смогу. И кто будет тут со мной? В общем, я так ногу зафиксировала. Напила вчера таблеток от, ну, обезболивающих. Деклофенак и обезболивающие. Целый день провалялась, проспала. Ночью уже спать не могла. Ну, она болит, конечно. Болит, вся болтается. Ну, что ж. Ладно. Не первый раз. Вот. Что-то еще хотел вам сказать. Забыла. Но мне вот очень нравится, когда вот так снег. Морозец. Хорошо. Надо приниматься за дела. Разбирать все вот это, что я навезла. А у меня тут нет инструмента. Все там в моем доме. Надо идти туда все это перетаскивать. Ну. Ходок из меня. Не очень. Ну, сейчас что-нибудь будем придумывать. Куда деваться-то? Второй день я не выдержу лежать. Ой, сейчас смотрю на себя. Весь вечер, всю ночь пила. То чай, то кофе с молоком. Все опухло. Отекла. Кошмар какой-то. Ну, ничего. Все будет нормально. Ну, вот. Сползала практически в дом. Кое-чего принесла. Тут из инструментов. Занялась разборкой всего. Ой, не знаю. Наверное, сегодня видео не будет. Потому что у меня чисто вот... Сейчас такое все разбирать, разрезать. Все раз... Вот. Много всего, поэтому... Ходить я пока никуда не пойду. Только так вот. Ну, ладно. Этому тоже надо время уделять. Без этого уж никуда не денешься. А как? Ну, вот. Пока нога болит, буду сидеть и ковыряться с разборками. Ну, что, мои дорогие. Вот. Начала я собирать вот из этого агата и вот этой подвески. Сходила еще раз в дом. Принесла, что нужно для работы. Мои дорогие, девчоночки мне уже звонят, переживают. Лапоньки мои. Да ничего, нормально. Это же... Это у меня бывает раз в несколько лет. Последний раз было четыре года назад. Упала я. Вот. Так что ничего страшного. Почему я к врачу не обращаюсь? Потому что это не первый раз. Мне вот, когда это было, лет 12 назад, наверное, загипсовали всю ногу. Я месяц просидела дома. Вот это никуда не выйти, ничего невозможно. Поправилась на 12 килограмм за месяц. Ну, вот это. А толку-то? Толку-то? Ну, как мне врач сказал, фиксировать ногу надо пожизненно. Ну, а я вчера пошла, не зафиксировала. Вот результат. Сама виновата. В общем, всё как всегда. Если сами о себе не думаем, то никто не подумает. Ну, ничего. Всё будет хорошо. Несколько лет она будет... Лет, господи. Типункинный язык. За несколько дней она поболит. Я и сплю в этом фиксаторе ноги. И, в общем, пройдёт. Не впервой. Девчонки, мне так смешно. Вот такие комментарии, знаете. А зачем вы во время коронавируса, мол, ездите везде? А что, дома сидеть? Я не знаю. Я даже на своём примере показываю вам, что на самом деле это всё не так страшно. Да, болеют люди. Но совсем не в таком количестве, как говорят. Как нам по телевизору везде вот это. И в основном-то люди болеют. Легко. Ну, как грипп. А вся эта шумиха и вот это наведение паники как раз рассчитана на тех людей, которые мне вот так пишут. Да я ещё раз говорю. А я вам на своём примере доказываю, что это не так. Да, можно заболеть. И умереть можно. Тем более, когда хронических заболеваний много. Можно. Но можно ведь умереть и от того, что тромб оторвётся. Или инфаркт, или там инсульт. В нашем возрасте всё, что угодно. Рак. Да ой, Господи, тут сейчас перебирать. Замучаешься. Не знаю, у меня такой принцип. Двум смертям не бывать, одной не миновать. Ну и что теперь? Сидеть вот это вот, закрывшись, и трястись тут. Да не дождутся. Я ещё раз говорю. Мне бы денег побольше. Вы думаете, я бы сидела дома? Я бы своей больной ногой моталась бы и моталась. А то поди плохо, как мы с Сашей в октябре в Красную Поляну летали. Ну да, закрыта для нас граница. Ничего, Россия большая. Я хоть очень много где была в России, в бывшем Советском Союзе. Очень много где. Я в Баку только четыре раза была. Причём тогда, когда там танки стояли. В девяносто первом году, в девяносто втором. Поэтому меня-то напугать-то очень сложно, лапоньки. Как-то я вот не знаю. Я к этому немножко по-другому отношусь. Вот. Ну ладно. Короче, я потихоньку начинаю работать. Ну и, естественно, вам показывать буду. Боже мой, какая же красота. Обалдеть. Второй день идёт снег. Я думала, приеду в Крым. Опять грязь, чернота. А тут вот кто-то мне сверху вот такую красоту послал. Смотрите, аж с крыши он снег свисает. Розочки так и листочки не сбросили. Так зелёненькие стоят. Смотрела бы и смотрела. Ну ладно, посмотрела. Иди работай. Девчонки, за три недели я ничего не делала ведь руками. Прямо-прямо так соскучилась. Вон коты ходят у меня. Посторонние. Маська боится их. Выскочил на улицу и назад домой побежал. А я вот разбираю тут. И вот сделала уже. Собрала. Потом вам на манекене покажу. Очень агаты мне нравятся. Они разные все. Прям вот. Разные, но я специально оставила бусины, в которых есть вот цвета эти. А те, которые там чёрные, я их отложила для другого украшения пойдут. И сделала силикон. Девчонки, потому что вот эта часть очень тяжёлая. Сама подвеска тяжёлая. Камни крупные, тяжёлые. Очень тяжело, если вот всё сделать целиком из камней. И фурнитуры не стала много добавлять. Потому что и так, вон металла сколько. Кусок такой. Так вот. Наконечники только добавила и всё. Не знаю, как вам, мне нравится. Такое яркое. И бусина красивая. Да, любопытная команда. Ой, я не помню, говорила я вам или нет. У меня на телефоне нет интернета. Ну, что-то мне Даня поставил, эту карту памяти. У меня пропал интернет. Сама я не знаю, что делать. Это теперь вот пока я к ребятам доеду в сервис. В общем, я даже не могу посмотреть, сколько у меня вообще денег есть на карте или нет. Ну, в общем, не обижайтесь на меня. Кому я не отвечаю, у меня просто нету. На ноутбуке есть интернет. А телефон я могу только вот снимать и на ноутбук скидывать. Так что, мои хорошие, вечно у меня проблемы с этим делом. Мало проблем. На тебе ещё. Ну, что, теперь я буду вот такие видео снимать. Поделки, что дома, что как. Сейчас опять упадут просмотры, наверное, совсем. Ну, что сделаешь? Ничего не сделаешь. Такая у меня жизнь. Так что я очень благодарна девочкам моим, которые смотрят все мои видео. Спасибо вам огромное. Только на вас одна надежда. Да. Грустно всё это, но ничего. Мы ещё поборемся. Посмотрим, что дальше будет. Вот. А я с вами пока прощаюсь, мои хорошие. Буду сидеть, ковыряться со своими делами. Надо ещё раз в дом сходить, собраться с силами и сходить. Хоть и больно, но надо. А вы, мои дорогие, не болейте. Не берите с меня пример. Ладно? Будьте все здоровы. Счастливы. Да вообще, пускай всё будет у вас хорошо. Ладно? Ну, всё. Давайте я вас обнимаю, целую. Ну, и пока-пока. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok